Выдающийся деятель нашей партии советского государства, член Политбюро Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии Большевиков, член Президиума Верховного Совета Союза СССР, товарищ Михаил Иванович Калинин. Тяжелая весть облетела страну, глубокой скорбью отозвалась в сердце советских людей. В колоннному залу Дома Союзов потянулись вереницы людей. Тысячи, сотни тысяч человек. Нескончаемый людской поток. Трудовая Москва шла проститься с Михаилом Ивановичем. Советский народ понес большую утрату. Семья Михаила Ивановича, родные и близкие, жена, дети, внуки. Первую траурную вахту несут председатель Президиума Верховного Совета Союза СССР товарищ Шверник и члены комиссии по организации похорон товарищи Косыгин, Александров, Попов, Кузнецов, Горкин. 27 лет возглавлял Михаил Иванович Калинин высшие органы советского государства. Тысячью нитей был связан он с народом, из гуще которого вышел. Люди всех возрастов и профессий пришли отдать последний долг любви и уважения великому гражданину страны, великому революционеру, славному государственному деятелю. Лучшие наши современники, лично знавшие Михаила Ивановича, и простые люди, рядовые строители социализма, что приходили в приемную всесоюзного старосты со своими нуждами и делами, и те, кто видели его у себя на заводе, в колхозе, читали его статьи, речи, чувствовали его большую заботу, все стремились почтить память товарища Калинина. Шли труженики города и села, бойцы и офицеры, маршалы и генералы Красной Армии. Ученые, писатели, артисты, руководители партии и правительства встали в почетный караул у гроба своего друга и боевого товарища Иосиф Виссарионович Сталин, товарищи Маленков, Берия, Молотов, Каганович, Жданов, Микоян, Андреев, Вознесенский. Прибывали делегации союзных республик, посланцы братских народов. Для всех Калинин был воплощением глубочайшей народности советской революции, советского строя. Каждые пять минут сменялся почетный караул. Траурную вахту несли стахановцы и министры. Их сменяли генералы и академики, герои Советского Союза и пионеры. Тридцать один час непрерывно днем и ночью прощался с Калининым народ. Рабочие и инженеры, металлурги и ткачи, крестьяне подмосковных деревень, делегаты села Верхняя Троица, родина Калинина, делегаты братских республик. Дипломатические представители иностранных государств пришли возложить венок на гроб президента Калинина, как они называли его. Гость Москвы, маршал Югославии Брос Тита, разделял советским народом его скорбь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Приближался час последнего расставания. В последний почетный караул стали члены Политбюро Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии большевиков, во главе с товарищем Сталином. КОНЕЦ КОНЕЦ Последний путь. КОНЕЦ Красная площадь КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Горечь тяжелой утраты постигла нас в то время, когда социалистическая отчизна залечивает раны, нанесенные войной, и уверенно идет к новому подъему, к расцвету хозяйства и культуры советского государства. Каждый шаг по этому пути приближает нас к полному торжеству коммунизма, которому посвятил всю свою жизнь родной Михаил Иванович Калинин. Жизнь и труд Михаила Ивановича Калинина – великий пример беззаветного служения народу, образец борьбы за благородные идеалы партии Ленина-Сталина. Неустанный героический подвиг полувековой замечательной деятельности Михаила Ивановича Калинина будет вдохновлять рабочих крестьян интеллигенцию Советского Союза на новые подвиги во имя нашей великой Родины. От трудящихся Москвы и Московской области выступил товарищ Попов. От трудящихся Ленинграда товарищ Попков. От трудящихся города Калинина и Калининской области товарищ Симонов. Ленинград Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И вы, товарищ! КОНЕЦ КОНЕЦ В торжественном марше проходят войска, отдавая последний долг славному сыну великого русского народа, верному соратнику Ленина и Сталина. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ